Всем шалом! Сегодня мы сравним и российскую школу, и израильскую школу. Я, как человек, который проучился 10 лет в российской школе и 3 года в израильской, я смогу провести сравнение, сказать, где что лучше, какие моменты лучше в российской школе, какие наоборот лучше в израильской школе, чем они отличаются немного, а чем они отличаются кардинально. В принципе, когда я говорю «российская школа», это относится не только к российским школам, потому что образование и в России, и Украине, и Белоруссии, оно примерно схоже, и моменты, которые я буду говорить про российскую школу, они также применимы и к другим школам постсоветского пространства. Когда же мы говорим про израильскую школу, это что-то более американское, это что-то более зарубежное, и все-таки что-то очень сильно отличающееся от нашего привычного российского, то есть советского, опять-таки, устоя. И я думаю, мы не будем долго затягивать, мы приступим уже к сравнению. Первое сильное различие — это отношение учителей к учебе. Если мы говорим про российскую школу, учителя очень пекутся о своих учениках. Если ученик получил плохую оценку, они начинают переживать, ну, давай, вот это переиздай, вот это сделай, ну, почему ты не учишься? Вызывают родителей в школу. Почему ваш сын не учится? Ему нужно учиться, чтобы получить диплом. Короче, очень пекутся о своих учениках, как будто о своих собственных детях. Прямо дают какие-то дополнительные экзамены, чтобы они могли вытянуть свою среднюю оценку. Какие-то дают, не знаю, дополнительные уроки, могут даже оставаться после уроков и заниматься индивидуально с учеником. В Израиле такого точно нет. Для учителя, вот, во время, когда он проводит в школе, это просто рабочее время. Он не будет ни в коем случае задерживаться после этого рабочего времени на кого-то ученика, или там вызывать родителей, там пытаться как-то его вытянуть, давать ему дополнительные экзамены. Этим никто здесь не занимается. Если ученик не хочет учиться, он не будет учиться. Его никто не будет заставлять учиться. Он просто скажет, окей, ну вот, как ты учишься, допустим, человек не учится, он будет просто получать плохие оценки постоянно, и все. И под конец его, скорее всего, выгонят из школы. Но никто не будет за ним бегать, вот это вот уговаривать его. Человек, ученик, он уже, как бы, воспринимается как целостная личность. Если все-таки в России это еще ребеночек, которому нужно помогать, и вся вот эта вот херня, то в Израиле человек, то есть ученик, это целостная личность, которая уже сама отвечает, сама самостоятельно за свои поступки. Зато она учится, не учится, и никто не будет, в общем-то, за ней потирать слюни. Второе. Это вытекающее, как бы, различие. Из-за того, что учителя в России так вот пекутся над своими учениками, они начинают их запугивать иногда и говорить, вот, если ты не сдашь этот экзамен, тебя отчислят, и тебе будут плохо. Или, если ты это сдашь плохо, то мы вызовем твою маму в школу. Ну, короче, запугивают и стараются максимально как-то именно ввести ребенка в стресс, чтобы он забоялся, и в итоге сдал экзамены, и был такой классный, с хорошими оценками. В Израиле из-за того, что учителям похуй на учеников, у них просто это работа. Они не будут их запугивать. Какой смысл? Учителям здесь похер абсолютно на оценке учеников. Ну, ладно, не абсолютно, потому что все-таки от оценок учеников складывается рейтинг учителя, но им не настолько это важно, потому что в Израиле много школ, учителей не так много, поэтому учителя здесь, ну, то есть, достаточно востребованная профессия, и учителей мало, и поэтому учителя не так сильно пекутся над своим рейтингом, условно, и поэтому не так потеряют жопу, и поэтому не запугивают своих учеников, и, в принципе, ну, то есть, им поебать. В третье различие это система экзаменов. Допустим, если мы берем экзамен ЕГЭ, да, мы берем экзамен ЕГЭ, и там мы можем выбрать предметы, да, у нас есть несколько обязательных, насколько я помню, это 4 или 3 обязательных, верно? Да, напишите в комментариях, если это не так. И дальше ты можешь выбрать, по-моему, 2 или 3 еще дополнительных, которые тебе интересны, да? В Израиле же это абсолютно не так. У тебя есть определенные обязательные предметы, которые ты должен сдать, которые ты, ну, реально обязан сдать, и ты не можешь выбирать. Ты не можешь это делать. Ты, вот, обязательные предметы, и ты их обязан сдать, чтобы получить аттестат. В Израиле это называется багрут. То есть, условно, нету вот этого самого выбора предметов. Есть выбор в другом, и как раз-таки об этом я сейчас вам расскажу. Это пятый пункт, это выбор специальности. Если в школе, как это происходит в российской, да? В школе это такие начальные знания, а дальше ты уже углубляешься в одну из профессий, допустим, в институте, да? В Израиле же после 10 класса, точнее, в 10, ты выбираешь свою специальность. Есть несколько специальностей, очень много, на самом деле, специальностей. Они разбросаны по школам, там, допустим, в одной школе это, там, 4-5 примерно специальностей. И это специальности по типу, там, электрик, электротехник, искусство, ну, то есть, если ты такой любишь рисовать, что-то такое. Дальше есть биология, какие еще. В общем, я не помню, но множество достаточно разных вот этих вот специальностей, в зависимости от школы, в зависимости от расположения школы. И, в принципе, то есть, уже в 10 классе школьник может пойти по своему комнатному направлению, если... А, еще экономика есть, допустим, у нас в школе. То есть, не экономика, а финансы, вот, финансы, финансовая грамотность. И если ребенок, допустим, в 10 классе понимает, бля, я хочу стать художником, мне так нравится рисовать, так классно, то он не пойдет учить математику, он пойдет на факультет вот этого вот рисования. Понятно, что у него есть какая-то там базовая математика, которую он должен сдать, но это не будет настолько углублено, как, допустим, если он пойдет учиться на, там, электротехника. Там математика уже совершенно другого уровня. И это прикольно. В израильской школе это классно, что ты уже в возрасте, то есть, с 15-16 лет можешь выбрать такой, как бы, себе жизненный путь. Но это тебя не обязывает ни к чему. То есть, если ты начал идти по этой специальности, это не значит, что ты не можешь изменить свое решение в университете и пойти на другую. Нет, но если, допустим, ты сдавал на искусство в школе, то ты сможешь пойти уже на совершенно другой уровень в университете, на это же искусство. То есть, потому что люди видят, что у тебя уже есть знания, ты не там какой-то просто Вася. Левый, ты действительно уже кто-то, кто-то ты есть уже. Шестой пункт, вроде как, я не помню на самом деле. Строгость на экзаменах. Контроль. Если мы берем экзамен ЕГЭ, вы видели кучу вот этих видосов, да, я думаю, многие из вас уже сдали ЕГЭ, где вот эти детекторы, блядь, металла, детекторы лжи, куча людей с автоматами, шо ли, они снайперы стоят, если ты списываешь, они жмут на курок и ты умираешь. Ну, короче, очень жесткий контроль, куча кабель в кабинетах, не дай бог ты захочешь писать, тебя сразу просто выведут из класса и, ну, тебе будет пизда, реально. То есть, в России на экзамены, я не знаю, в итоге списывают люди или нет, я думаю, что все-таки находят какие-то лазейки, как это сделать, но в России в любом случае контроль очень жесткий. В Израиле вообще такого нет, здесь финальный экзамен, это Багрут называется, то есть не ЕГЭ, а Багрут, и здесь это просто, ну, то есть, это, блядь, детский сад. Стоит один, максимум два учителя, которые сидят в телефонах, блядь, залипает что-то, никаких камер, никаких детекторов, блядь. Единственная проверка, как это говорят в начале, сдайте, пожалуйста, телефон и мне сюда на парту, но если ты скажешь, что ты забыл телефон дома, никто до тебя не будет доебываться. Лично я так, блядь, я не знаю, можно это говорить, нет. Множество экзаменов люди так списывают, многие люди списывают экзамены в Израиле, блядь, ладно, по-другому. 70% людей в Израиле списывают экзамены и просто скатывают все с телефона на тетрадку и тем самым сдают экзамен. То есть, здесь контроль на экзаменах гораздо хуже, чем в России. Сложность материала самого в России, когда я, вот просто я вам приведу пример, да, в России, учась в 10 классе, да, мне было сложно, да, и когда я перешел в Израиль, вот этих знаний, которые я получил за 10 лет учебы в России, мне хватило до конца 12 класса. То есть, я больше ничего не учил нового. Ну, то есть, понятно, если я говорю про какую-то специальность, именно мы углубляемся туда, там что-то новое, но именно база, там, математика, ну, в принципе, только математика. Ну, то есть, математика, как минимум, в России на очень высоком уровне преподается в школе. В Израиле это просто, они отстают года на 2-3, серьезно, я вам говорю. И дети в 10 классе в Израиле изучают то, что я изучал в России в 6-7 классе. Короче, отставание реально очень жесткое и, в принципе, в Израиле просто это потом нагоняется в институте. В институте израильтяне сильно нагоняют эти знания и прямо так вот ебашут. Так, ребятки, вот так вот поменялась атмосфера, потому что у меня телефон перегрелся и поэтому пришлось подождать немножечко. Последние два пункта этого сравнения. Предпоследний пункт. Курение в школе. Если в России это происходит так, что ты, даже будучи старшеклассником, заходя в туалет, курить, попкурить вейпы, каждую перемену должна зайти какая-то училка, просмотреть, кто курит, кто не курит, отвезти в директору, прошманать тебя, полный твой портфель посмотреть, наказать, вызвать родителей там. И у тебя реально будут проблемы, ну, и это 100%, потому что в России в школах за этим очень следят. То в Израиле, приехав сюда, у меня реально был такой культурный шок. Когда я иду по школе, все нормально, и смотрю, ну, дым, куча дыма, блядь, вейперы, нахуй. Смотрю, а это специально отведенное такое мини-здание, курилка, блядь, для школьников. И там все это, от пиздюков до взрослых людей, то есть, понимаете? И понятно, что это не прямо официально, то есть, это запрещено законом, но просто это никем не проверяется. Максимум туда раз в три дня зайдет учительница и скажет, ну, ребятки, не курите здесь, пожалуйста. Просто ты уйдешь оттуда, и на следующий уже перемене ты будешь там наваливать клубы дыма на своем, блядь, мини-фит-китти. Вот. И это кардинально разно. Это опять-таки подтверждение того, что в Израиле тебя уже воспринимают как человека, который знает, что он хочет, что для него хорошо, что плохо. То есть, реально, в Израиле, начиная класса с восьмого, с девятого, с тобой считаются, с тобой считаются как со взрослым человеком, который сам принимает, как бы, ответственность за свои решения, как бы, сам берет за себя ответственность, которому не надо нос потирать, которым не надо бегать, какашки ему, блядь, в рот, сувать. Ну, короче, вы поняли, что в Израиле тебя воспринимают уже как взрослого человека, начиная лет с 16-15. И последний пункт моего сегодняшнего сравнения – это итоговые экзамены. Из чего складывается оценка за итоговые экзамены? В России как это работает? Все 11 лет школы ты херачишь ради одного судного дня ЕГЭ, чтобы там сдать экзамены и получить этот табель. В Израиле это работает по-другому. Поэтому израильский, как бы, аттестат зрелости, это называется багрут, складывается из трех, даже четырех оценок. Это экзамены в 10-м классе, экзамены в 11-м классе, экзамены в 12-м классе и оценка учителя. То есть ты сдаешь экзамены три раза в 10-м, 11-м и 12-м классе. Это все там по процентам суммируется правильно. И также важна оценка учителя, как он видит, что ты старался на уроках, не старался, забивал хуи, там, какое у тебя было поведение, ну, нет, поведение не учитывается, какое посещение уроков у тебя было. Ну, в общем-то, вот эти вот все моменты. И получается так, что, допустим, если 11-й и 10-й класс ты херачил, а в 12-м классе у тебя произошла какая-то психологическая проблема, травма или там физическая, то за счет оценок предыдущих годов ты вытянешь свою итоговую оценку в аттестате, и у тебя будет нормальный оценок. И я считаю, что это более правильное, как бы, решение и позиция, чем херачить 11 лет ради одного судного дня. Но судить не мне, судить вам. Обязательно напишите в комментарии, как вы думаете, какая система образования лучше, где, в России или же за рубежом, например, в Израиле. Если у вас будут еще вопросы на тему израильской школы, то обязательно пишите, я вам отвечу. Всем отвечаю в комментариях и тебе тоже. Всем пока, увидимся в следующем ролике.